Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анастасия Жукова. Я астролог Высшей школы астрологии и лаборатории жизни. В астрологии я уже более 9 лет. Сегодня мы с вами разберем, как астролог может помочь в выборе профессии. Астролог может построить вашу карту рождения и с помощью специальных алгоритмов выяснить, какие ниши больше вам подходят, в каких сферах работать, какие способы занятости вам больше подходят, а также способы заработка и финансовые стратегии. Все знают, что у нас есть 12 знаков зодиака. И если попробовать подобрать профессию только по этому знаку зодиака, фактически, если вы знаете, что вы телец, то у вас просто солнце находится в тельце. А это всего лишь один параметр натальной карты. На самом деле астролог пользуется сложным многокомпонентным алгоритмом для того, чтобы подобрать профессию конкретному человеку. Естественно, подбор профессии для конкретного натива будет интереснее, глубже и многограннее. Но мы попробуем сегодня посмотреть на эту тему хотя бы со стороны одного параметра. Когда мы говорим о том, что вы типичный овен или типичный лев, это значит, что у вас либо солнце находится в этом знаке, либо в целом в этом знаке есть большое скопление планет. Либо управитель этого знака, о чем я буду далее говорить, как-то акцентирован в вашей карте. Предположим, вы типичный овен или у вас большое скопление планет в овне. Может быть, у вас в карте как-то акцентирован Марс. По крайней мере, вы точно понимаете, что это самая сильная планета в вашей карте. Тогда вам подойдут профессии, где нужны какие-то силовые методы. Может быть, это силовые ведомства, может быть, это профессии, где что-то нужно делать руками, начиная от табуреток и заканчивая сложными хирургическими операциями. Если вы типичный телец или в вашей карте как-то акцентирована Венера, может быть, у вас большое скопление планет в тельце, и вы уже видели свою натальную карту и заметили этот факт. Тогда вам в большей степени подойдут направления и ниши, которые связаны с дизайном, здоровьем, красотой, когда нужно что-то делать красивое своими руками или как-то улучшать здоровье. Близнецы. Если вы типичный близнец, это значит, что у вас стоит солнце в близнецах или большое скопление планет в этом знаке, или же как-то акцентирован Меркурий, он является сильнейшей планетой карты. Тогда ваши профессии связаны с посредничеством IT, СМИ, рекламой. Там, где нужно поговорить, там, где нужно устроить какую-то коммуникацию, там, где, по сути, все, что касается коммуникативных процессов, играет большую роль и ценится как профессиональный навык. Если вы типичный рак или у вас акцентирована Луна в карте, это сильнейшая планета карты, много планет в раке, вы уже построили свою карту и заметили этот факт, то тогда ваши профессии связаны с заботой о людях, со снабжением, с сельским хозяйством, с продуктами, с гостиничным бизнесом, с тем, чтобы устраивать как-то уют и комфорт. Если вы лев по солнцу, или у вас есть большое скопление планет во льве, или как-то солнце акцентировано еще иным способом в вашей карте, то есть это сильная планета, тогда для вас в большей степени подойдут профессии, которые связаны с творчеством, шоу-бизом, рекламой, продажами, там, где нужно блистать и быть заметным. Если ваше солнце попало в Деву, или у вас акцентирован Меркурий в карте, или много планет в этом знаке, тогда ваши профессии в первую очередь будут связаны с сервисом. Это сервис может быть медицинский, либо любой, который предполагает какие-то услуги населению. Профессии Девы — это медицинские работники, инженеры, это профессии, где требуется большое напряжение ума, и там, где можно проявить свой талант аналитика. Если ваше солнце попало в знак Весы, или же у вас в карте как-то акцентирована Венера, вы имеете большое скопление планет в этом знаке, тогда ваша профессия в первую очередь будет связана с дипломатией, с тем, чтобы обходить острые углы, находить какие-то компромиссы в диалогах. Чаще всего Весы — это хорошие интервьюеры, это люди, которые так или иначе занимаются каким-то консалтингом, дипломатии. Яркие представители этого знака могут заниматься юридическими процессами, быть хорошими адвокатами и юристами. Если ваше солнце попало в знак Скорпиона, в карте как-то акцентирован Плутон в первую очередь и Марс во вторую очередь, вы видите большое скопление планет в Скорпионе, тогда ваши профессиональные ниши будут так или иначе как-то связаны с рисками. Это риски могут быть финансовые, либо риски фактические. Чаще всего яркие представители этого знака работают в силовых ведомствах, связанных со страхованием, с какой-то экстремальной медициной, либо в тех нишах, где нужно быстрое реагирование, умение тушить пожары, умение реагировать на кризис. Если ваше солнце попало в знак Стрелец, или у вас акцентирован Юпитер в карте, или вы наблюдаете большое скопление планет в этом знаке, тогда ваша профессия будет связана в первую очередь со справедливостью, с умением выдавать экспертную оценку. И поэтому ваши ниши — это юриспруденция, это экспертиза. Чаще всего яркие представители Стрелецов очень любят путешествовать, поэтому те ниши, которые связаны с туризмом, также здесь подойдут. Если ваше солнце попало в знак Козерога, или как-то акцентирован Сатурн в карте, вы видите скопление планет в этом знаке, то в первую очередь сосредоточьтесь на тех нишах, где требуется формальное, фактическое управление и администрирование. Люди и яркие представители этого знака являются прекрасными руководителями, администраторами. Также этот знак связан с архитектурой, с госуправлением и с дизайном. Если ваше солнце попало в знак Водолей, или же у вас акцентирован Уран в карте, вы видите большое скопление планет в этом знаке, тогда ваши профессиональные ниши могут крутиться вокруг таких тем, как IT, журналистика, социальные науки, какие-то очень крупные социальные направления, типа социологии, политологии. Также часто представители этого знака работают в технических профессиях и в большой серьезной науке. Если ваше солнце попало в знак Рыб, или же как-то в карте акцентирован Нептун, или вы видите большое скопление планет в этом знаке, тогда ваши профессиональные ниши могут быть связаны с ТВ, с медиа, с искусством, фотографией. Яркие представители этого знака часто связаны с теми профессиональными направлениями, где требуется какая-то сверхчуйка. Например, это психология, психиатрия. Кроме того, знак Рыб достаточно сложный, и яркие его представители достаточно часто связаны с какой-то сложной биологической наукой, генетикой, с биологией в целом, с какими-то сложными археологическими раскопками в том числе. Ну и подводя итог, хочу сказать, что то, что сегодня я вам рассказала, это всего лишь часть алгоритмов профориентации. Если вы хотите разобраться со своей картой более подробно, узнать свои ниши успеха, финансовые стратегии, формы реализации, то приглашаю вас к астрологам Высшей школы астрологии и лаборатории жизни.